Лёш, Алёш, ты чего тут делаешь? Я тебя ищу по всему, по всей квартире. Меня нечего искать. А ты здесь что делаешь? Опять очередные мемуары пишешь? Да. Очередные мемуары. Молодец. Вчера только сочинил, позавчера только сочинил. И опять начинаешь сочинять? Да. Молодец. Любой бы позавидовал тебе поэт, как ты их пишешь и как ты строчишь. Никто так не делает. Очередной шедевр. Да. Никто так не делает. Как ты. Дай посмотреть маленько. Чего? Чё ты пишешь? Вот давай я только тебе припев вот этот вот оставлю, чтобы больше не было видно. Потому что это у меня, это, как скажем, эксклюзивный, так скажем, очередной шедевр эксклюзивный. Ну и всё. Ну и всё. Называется... Я заранее, конечно, могу сказать, как называется даже. Да. Очередное вот мое произведение будет называться так, я назову. Краски сезона. Ну, нет, даже не краски сезона, а так скажем, все краски времена, все краски времён года. Понятно. Все краски времён года. Я хочу так, наверное. Ну, у меня потому что складывается, так скажем, с художественной такой тематикой, с художественной тематикой песня. И вот я хочу как бы подчеркнуть, ну, подчеркнуть, я подчеркну тут это, всё в песне, но. Ну, очередной, так скажем, шедевр. Ну, на лирику, опять же, лирика тут идёт у меня. Вот. Вот начал буквально несколько минут назад, но вот уже скоро я закончу это всё. Ну, ты правильно, у тебя, они прямо рожаешь ты их. Вот. Да, да, да. Вот. Зациклился на одной эрифме тут вот. Вот. Кстати, хочу заметить одну вещь. Для всех, так скажем, пишущих писак, для всех. Кстати, очень хорошее средство вот это вот, маркер. Замазка. Замазка она, ну, она это, да. Хорошо, что не надо черкать ничего. Перечёркивать это, как раньше было. Всё перечёркивали. А вот хороший, так скажем, штрих он называется. Штрих, который можно использовать вот на данный момент, вот когда вот сочиняешь, что-то у тебя так в рифму не пошло, и что-то не получилось не так, и надо подкорректировать, подредактировать всё. И вот этим штрихом можно пользоваться. Раз. И всё, что тебе не надо, всё, что тебе не надо, кстати, убрал. Вот. Вот мне, конечно, вот тут уже одно слово не понравилось. Вот я его сейчас подредактирую. Вот это вот сейчас я словечко одно уберу. У тебя тут не одно слово, целое предложение. Ну, так скажем, строку я зачеркал, потому что я сейчас... Давай я тебе покажу, а то не поверят. Чего не поверят? Что-то зачеркиваешь. Да вот я всё зачеркнул. Ну, вот видите, тут всё замазано. Да, вот это хорошее средство, вот, называется штрих-котель, как там по-другому, я не знаю, но вот очень хорошее средство для таких вещей. Не надо ни черкать ничего. Раз-раз, всё, и уже написал по-новому уже другую строчку. Это хорошо. Это и экономия, кстати, бумаги идёт, экономия бумаги. Вот. И не надо ничего зачеркивать, как раньше все замазали. У меня полно черновиков, которые раньше я там сочинял зачёркнуто, всё перечёркнуто. Где-то ищешь уже среди этих, где зачеркнул что-то, слово, которое я вставил по-другому или рифму. Вот и всё. Вот. Ну, ладно, не мешай мне, всё, хватит. Ну, всё, тогда я пошла. Да, всё. Всем скажи пока. Ну, пока-пока, пока. Не мешайте мне, люди добрые, скоро будет очередной шедевр. Я его, конечно, озвучу, всё запишу в своей, так скажем, домашней звукостудии, в которой я работаю. У меня своя сейчас звукостудия домашняя, так что, люди добрые, не сомнимайтесь, не думайте, где я записываюсь. Я записываюсь, буквально всё я делаю дома. Вот и всё. Берите, например, с меня никуда не в какие-то там студии, какие-то дороговизну какую-то платить, какие-то эти самые деньги куда-то выкидывать на ветер. Нет, ничего подобного. Можно и в домашних условиях записаться лучше, чем на какой-то студии. Есть компьютер, есть звуковая карта, инструмент, с которым работает автор-композитор. И всё. И пиши, что хочешь. Всё, люди добрые. Я вам дал такой совет. Не бегите ни в какие студии звуковые. Не надо вам этого ничего. Если вы хотите свой собственный голос изменить, вы измените и на компьютере. Если вы что хотите улучшить, всё вы сделаете и на компьютере. Сейчас всё необходимое есть. Это интернет, это компьютер и башка. Всё. Больше ничего не надо. Если башки нету, ничего не будет. Вот и всё. Вот моя вся аппаратура, где я работаю. Ну ладно, давай. Всё, пока. Лёш, я тебе не мешаю. А, Лёш? А? Я не мешаю тебе. Я уже заканчиваю. Ну вот, буквально прошло минут 20 после первой съёмки. Как я её делала. А сегодня какое у нас число? Сегодня у нас 12. 12? 12 апреля. 20.18. 12 апреля. 4.2018 года. Прошло буквально 20 минут. Если с общей сначала взять, как он. Ну минут 40 ушло на это стихотворение, на эту песню. Кто там? Никто. Вон она, Сонька. Гитару трогает. Но она тоже хочет играть. Минут 40 прошло? Нет. Песня готова. Меньше? Меньше, конечно. Ты что? Значит, минут 20, 25, 30. Да ладно-ка. Ещё меньше. Конечно, минут 15, что устает. Да, минут 15 где-то так. Было сколько времени-то? Не знаю, не смотрела. А, погоди, стой. Я сейчас тебе скажу, сколько было времени-то приходило. Так. Было время 10 часов. Вот, 10 часов было. Сейчас 17 минут. Вот 17 минут. За 17 минут я смотрю. Да, быстро. Вот. Никто так не сможет. Напису я, пожалуй, этот шедевр. Называться будет у меня Сезоны красок. Вот так. Сезоны красок. Вот так вот я назову свой очевидной шедевр. Чтоб знали. Сезоны красок. Ну что, у меня вот под рукой гитары. Я сейчас, я у меня уже это, мотив. А я только хотел тебя сейчас попросить, чтобы хотя бы что-то напел. Сразу же. Да? А, ну сейчас попробуем что-нибудь. Ну, у меня примитивные аккорды, простые. Гитары настроены. Вроде настроены. Нарисуй, художник мне лето, на шикарном полотне неба. Утро с раннею зарею где-то, 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 утро с раннею зарею где-то, где-то. Незнакомый мне пейзаж, не, незнакомый мне пейзаж леса. Вот так. Вроде вот так будет мотив. Нарисуй, художник мне лето, на шикарном полотне неба. Утро с раннею зарею где-то, незнакомый мне пейзаж леса. Ну как? Отлично. Это начало моего нового суда, Евро. Ну, правильно, вот там Маришка пришла. А, привет, все, как, все путем? Ага. Вот. А припев будет вот так вот. Банка градила. Ну, очень хорошо. В красках лета, в красках лета, в красках неба, в красках вся природа света. В красках, в красках вся одета, вот такое чудо света. Ну и все нормально, отлично. Ты еще подредактирую. Итак, сейчас будет исполнен дебют песни моей новой работы, которую я сегодня смострячил незадолго. Вот. И сейчас мы произведем запись моей песни воочию. Убедитесь, как это я все делаю. Вот и все. Вот у меня компьютер. Встроен микрофон. Встроен микрофон. Значит, тексты песен уже готовые. Вот. Все. Ноты у меня в башке. Все. И, значит, так. Новая песня называется «Сезоны красок». Вот так я назвал эту песню. В общем, «Сезоны красок». Вот такая называется песня. Потому что она поется обо всем. О всех сезонах сразу. Я в ней пою в этой песне. Вот. И так, значит, полетели. Включаем мы, значит, запись микрофона. Все тут у меня уже устроено. Все налажено. Вот. И так мы полетели. Нарисуй художник мне. Лето на шикарном полотне. Небо утро с раннею завеет. Где-то незнакомый мне пейзаж. Леса нарисуй художник после осени. И кленовую листу клен сбросил. А потом где-то в осени косит. Осень птиц на юг с тоской уносит. В красках лета, в красках неба. В красках вся природа цвета. В красках оси вся одета. Вот такое чудо цвета. В красках лета, в красках неба. В красках вся природа света. В красках оси вся одета. Вот такое чудо цвета. Отрази на полотне мне зиму. Нарисуй мне белоснежную картину. Окна в Индии мороза стынут. В юнке снежные с метелью лепнут. А весне я попрошу немного. В этот раз весна летела долго. Я не знаю, будет она сколько. Лишь бы теплую была. Только зима сбила снежных красках. Будто это с детства в сказках. И весна в солнечных масках. Звон капеля. Будь то пляска. Зима сбила снежных красках. Будто это с детства в сказках. И весна в солнечных масках Звон капелля, пульта пляска Зима в белоснежных красках Будь то это детство в сказках И весна в солнечных масках Звон капелля, пульта пляска Субтитры создавал DimaTorzok